Это остается один, два, три, да? Первый остается полностью. Во втором остаются вот эти боковые корпуса, которые вот так идут, это пока здесь и на той стороне. Здесь середина будет сноситься, потому что экспертиза показала, что не несут эти вообще строения, поэтому вот эту середину мы достаем и там делаем тогда стены. Значит, два крыла остаются, середину, и что вместо середины? Значит, вместо середины будет построен производственный корпус, а здесь вот будет стоять здание, которое будет там общественно-торгово-административное, то есть для того, чтобы люди, которые здесь работают, была возможность там магазин, общепит, аптека и так далее. Вот это планируется здесь, а также сдача в аренду. Мы завершим работу по разборке. Когда вы завершите? В ноябре. И приступаем сразу к работе по строительству. Вот этого корпуса. Значит, первый, второй, третий эти корпуса или остаются, или восстанавливаются? Да, эти основные корпуса. Что сносим? Сегодня мы уже снесли 17 вот этих небольших объектов, вот здесь, которые были на весы, которые были такие уже непригодные для небольших зданий, и сейчас идет проектирование по строительству здесь корпуса производственного и здесь. Мы уже в сентябре выходим на фундамент и строить корпус. Значит, там будет производство. Кто там внутри работать будет производить? Аренды. Предприятия будут частные или государственные? Два частных, одно государственное. В этом цеху? В этом цеху. И все они будут платить аренду? Участники государства? Чтобы компенсировать затраты на строительство цеха? Да, все правильно. Значит, проекты есть правого и левого крыла цехов? По левому крылу приступаем к работам в сентябре по фундаментам, по правому проекту разработки. А что за проблема с проектом? Ну, нет проблем. Значит, завершаем снос. Готов проект, все равно работаем. И будем работать. Нас тут ничего уже не сдерживает. Значит, запомните, мужики, и левое, и правое крыло, и вставка центральная, все. С 1 января там должны идти везде работы. Понятно. На фундаментах. Буду, понятно. В зиму вы должны войти с этими стенами. Но давайте договоримся, что мы будем строить по-современному. Не кирпичную кладку выкладывать в полметра, а самые современные стеновые панели. Панели навешивать на каркасах. Как строить во всем мире. Панель утепленная поставили, каркас действительно, какой там у вас металлический или железобетонный, и навешиваете панели. Все, что дешевле, делаете. Не дай бог, здесь будет украден хоть один рубль.